Сегодняшняя наша встреча, я ее назвала так, проблема воспитания исполнительского вкуса, чувства стиля у наших учеников. Эта проблема стоит не только у наших учеников и в училищах, и любого композитора, которого мы проходим, произведения, с которыми мы знакомимся. Мы первым делом, проиграв произведение, смотрим обозначения, поставленные композитором в тексте, что дает нам ключ к пониманию того, что он хотел сказать. К сожалению, у Моцарта он очень скупо ставил свои обозначения. Тогда господствовал импровизационный стиль игры, и Моцарт целиком и полностью отдавал на откуп исполнителю, как он чувствует. И, видя, например, украшения, он ставил в тексте всего две буквы, Т и Р, но расшифровываются они по-разному. Так как обозначений композитора практически очень было мало, то тут вопрос стоит в редакциях, потому что редакций было очень много, и редакции были более поздними, издавали и редакторы, и издатели, и часто редакции были не очень адекватны тому, что хотелось бы видеть. Для себя я уже методом проб и ошибок выделила две редакции, по которым работаю. Это Мартин Сен и Вайсман, мне кажется, они наиболее интересные и наиболее отвечающиеся вот этой классической игре, стилю классическому. И Гальденвезера. У них иногда бывает разночтение, не очень явные, но, опять же, Моцарт, как мне показалось, разрешает, вы можете их и так, и так трактовать. Поэтому вот этот вопрос стоит очень остро, какой редакции пользоваться. Но это еще и, так сказать, от вашего вкуса, от вашего чувства стиля. Чем отличается стиль Моцарта, на мой взгляд? Если бы меня спросили, что для меня самое главное, одно из главных, это воля, это метроритмическая пульсация, чувство времени, очень ясная форма. У Моцарта очень прозрачный текст. Если вы посмотрите, когда дети смотрят на его, ну, сначала сонатин, и потом сонат, они говорят, ой, ну, это легкая, музыка для разбора легкая. Но, как сказал Натан Перельман, мой любимый автор малюсенькой книжечки, все ее, конечно, имеют, которая называется «В классе рояля», и там масса афоризмов необыкновенных. Он сказал, что, ох, как же трудна эта легкость Моцарта. На самом деле, очень трудно играть Моцарта. Во-первых, очень часто мелодия излагается шестнадцатыми нотами, которые дети понимают, как просто быстрые пассажи. И часто мы слышим эти шестнадцатые не спеты, не проинтонированы, хотя Моцарт шестнадцатыми нотами очень часто писал мелодии своей. Мы должны услышать все повороты, все изгибы этой мелодии. К сожалению, не всегда это бывает. У Моцарта, да, у него девятнадцать сонат, у Гальденвейзера двадцать, но об этом сейчас говорить не будем, потому что тут идут споры, его ли сонаты, вот эти вот последние сонаты, или это из его каких-то произведений надерганное сделано. Эта тема длинная, ее поднимать не будем. Я сегодня расскажу о тех проблемах, с которыми я сталкиваюсь в классе, и которые пытаюсь в меру силы возможностей решать. Моцарт свои сонаты писал в очень простых тональностях. Практически это все мажорные тональности, за исключением двух сонат. Ля минорные и восьмой, и до минорные, четырнадцатые. Это до мажор, фа мажор, соль мажор, ре мажор, си бемоль мажор. Тональности легкие. Очень мало, мелодия практически одноголосная, очень мало аккордов, трудных для детей. Поэтому разбор, в принципе, сонат Моцарта, он несложный. Но самое сложное — играть Моцарта. В чем же заключается вот это вот стилевое разнообразие? В мелодических оборотах, в мелодиях, которые часто сменяют друг друга, которые очень контрастны между собой, причем контраст в субито, форте и тут же пьяно. Ни в коем случае мы часто слышим, как дети играют, делая, если, допустим, форте, там потом пьяно, они делают маленькую вилочку на диминенде. Это категорически не разрешается. Дальше предмет особого разговора, на мой взгляд, это стакката Моцарта. Оно очень разнообразно. Оно зависит от длительности. Например, стакката четвертей — оно одно, а стакката восьмых — оно другое, стакката шестнадцатых — оно третье. Часто мы слышим исполнение стаккат абсолютно одинаковым во всех произведениях и во всех местах. Оно зависит от длительности, оно зависит от динамики. Стакката на форте — это одно, стакката на пьяно — это другое. Бывает стакката острая, пальцевая, бывает... Ой, пересохла. Бывает стакката кистевая. Не надо, не надо, ничего, обойдет. Вот. Это очень важная тема стакката. Стакката на повторяющихся нотах. Иногда вяло очень играют, это стакката. Ну, я тогда, чтобы время не занимать словами, не разговаривать, давайте я поиграю. Так. Тринадцатая соната. Ой. Тринадцатая соната, бедурная. Она, если ее сравнивать с другими сонатами, она, можно так сказать, бесконфликтная. То есть у нее вот этих резких смен, резких смен звуковых, вот форты, пьяно, контрастов нет. Но в ней очень много различных тем. Очень интересна разработка, в которой новый эпизод. Да, вот, кстати, не сказала, что разработки у Моцера, как это ни странно, очень небольшие и очень часто основаны на новом материале. Да, я хотела вот о чем сказать. Когда я, я вообще в свое время это был один из моих самых любимых композиторов, поэтому я очень много занималась Моцартом. Я сидела в Ленинской библиотеке месяцами. Мне казалось, что я на тот момент прочитала все про Моцарта, что вообще издавалось. Много очень пластинок слушала, мне отец привозил из-за границы, различных исполнителей. И таким образом, конечно, образовывается какой-то опыт у тебя. Ты уже что-то начинаешь понимать. Очень хорошие книги. Бадуру Шкода, если кто-то не читал, Ванда Ландовской статьи, Эйнштейна, Чечерина, но, в общем, перечислять не буду. Улыбышева это очень, и Аберт, конечно. Да. Теперь о самом начале этой сонаты очень интересная главная партия. Сейчас. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это экспозиция до разработки. Мы очень часто видим у Моцарта мелкие лиги. И некоторых это очень смущает. Где-то лет, наверное, 6-7 ко мне, ну, раза 3-4, пришла преподавательница из 10-й школы. Саша, ты ее знаешь, да? Но не буду фамилию назать, она и сейчас работает. И девочка ее играла эту сонату. Я говорю, скажите, а почему вы так все время поднимаете руку в конце такта? А на Ктазе и же лиги вы, наверное, не обратили внимания. Я говорю, да нет, я обратила внимание. Только лиги-то это... В то время, когда писал Моцарт, лиги было принято ставить скрипичными. И они были обусловлены величиной смычка. Он был короткий. И это была смена смычка. Это точно так же, как у вокалистов дыхание брать должно быть незаметно. У дыховиков брать дыхание тоже должно быть незаметно. И поэтому то же самое и здесь. Потому что, если посмотреть в этой сонате, в главной партии, Лиги, ну, буквально по 3-4 ноты. Поначалу, когда я с ней познакомилась в глубокой юности, мне хотелось сыграть... Как бы разные голоса, разные инструменты. А потом, познакомившись с разработкой, я поняла, что так играть нельзя, потому что в разработке Моцарт вот это вот и делает. Это оркестровая партитура. 4 голоса, 2 человека в правой руке, 2 человека в левой, или 2 инструмента правой, 2 инструмента в левой. Поэтому правую хочется сыграть одной большой длинной мелодией большого дыхания. Это трудно делать, потому что всегда провоцируют на диминуэндо. Значит, нам это диминуэндо надо каким-то образом обходить. И вот это вот... Это очень сложно для детей. Вот сколько я не сталкивалась с этой сонатой, это очень сложно. Не очень хорошо получается. Ну, нам приходит на помощь левая рука, которая заполняет в это время правую. Теперь дальше двойки, известные двойки венских классиков, что тоже почему-то является большой проблемой для наших детей. Они играют часто. Абсолютно одинаково. Две или еще бывает так, что вторая еще и вылезает. Вот тоже два фа. Часто мы слышим так. Они очень энергичные, они очень ритмичные, они очень упругие. Да, и здесь надо услышать, тоже очень часто бывает так, что дети наши левую руку не дослушивают. Они играют правую руку, поют правую, забывая при этом, что левая – это отдельная краска, это другое прикосновение, которое нужно тоже суметь выразить. Связующая партия. Она в более низком регистре, она такая густая по звуку. Интересные штрихи. Теперь здесь очень интересное место, в котором Моцарт ставил сам, это точно совершенно, это я смотрела в его рукописяк. Странные какие-то на первый взгляд. Хотелось бы нам... Здесь не так. Да, хотелось бы левую руку. Я никогда детям не говорю, что это аккомпанемент, я им говорю, что это сопровождение, которое обладает своей другой окраской. Оно дополняет мелодию. Нельзя играть. То есть в левой руке тоже своя мелодия. Конечно, правая важнее, но левая... И вдруг сразу обрывается... Тоже разговор. Это тянут. Теперь в левой, как в алторну. Ну, правильно, то есть я детям не могу сказать, это звучит в алторна, они меня не поймут. Значит, я в телефоне нахожу пьесу со звучанием в алторны, чтобы они услышали вот это вот. Стройные эти аккорды. То есть левая рука имеет свою мелодию. И вдруг... Вот эти вдруг очень часто мы встречаем, которые надо суметь вот сразу перестраиваться. Теперь еще об одном маленьком мотиве хотела сказать. Медленно сыграю, чтобы понятно было, что я имею в виду. Моцарт вообще очень редко пользовался полифонией в своих сонатах. Ну, вот в восьмой сонате я вот сыграю ее. Восьмой есть в побочной партии, в левое. А в принципе, одноголосное все. Аккордов мало, полифонии практически. Нет, ну, здесь такой... Это не полифония, а такой подголос. Вот эти вот стаккаты очень важны, потому что, как правило, мы их не слышим в исполнении детей. То есть они их играют, но аморфно малоинтересно. И здесь... Я уже говорила о начале сейчас. Здесь такой новый эпизод, что очень характерно для Моцарта в разработке. Очень длинная-длинная-длинная мелодия. Моцарта в сонатах. Моцарта в сонатах. И вот эти вот такие повисающие в воздухе вот эти вот места. Как будто воздуха не хватает. Разговор между инструментами, между людьми. И дальше реприза. Вот в этом месте мы должны у Моцарта очень часто... Мелодия такая извилистая очень. Все ее изгибы мы должны услышать. Это что касается этой сонаты. Вот вкратце я, конечно, за это время, я вот час собираюсь, постараюсь уложиться. Конечно, за это время все то, что хочется сказать, абсолютно нереально, но так пунктиром. Особенно то, с чем я в классе сталкиваюсь. Следующую сонату хотела сыграть... Тут я это стикерами заложила. Ля-минорную сонату Моцарта. Эта соната написана в трагический для него период. У него мать умирает, ему 20 лет всего. И такая соната, ну, пожалуй, что и одна в этом цикле всех этих сонат. Цемольную тоже. Даже ее называли малой апассионатой. Но это, мне кажется, более такая трагичная. В ля-миноре тональность, в общем-то, минорная, что тоже не очень. Для Моцарта, ну, часто он этим пользуется. Вот самое главное, над чем я с детьми, чем я занимаюсь с детьми и с разным успехом, в зависимости от способностей детей. Если вы, допустим, играете рахманиного, вы играете свободно, у вас кисть дышит, вы корпусом можете подвигаться, как вам хочется, то когда вы играете восьмую сонату, здесь совершенно все другое. Вы должны внутренне, конечно, вы после концерта Рахманиного не будете играть сонату Моцарта. Но что-то романтическое, но не знаю, как может сложиться в вашей программе, когда придется с одного стиля одного композитора перейти на другую, в частности, на эту восьмую сонату. Она, во-первых, здесь аккорды очень должны быть собраны, рука собранная, упираются пальцы в кисть, практически не поднимаются от клавиш. Я детям говорю, но представьте, что ты хочешь папиросную бумагу просунуть между аккордом и пальцами невозможно. То есть пальцы должны как бы приклеиться к аккорду и вместе с аккордом поднимают. Должна быть у вас внутренняя готовность. Вот посадка здесь очень важна, вот такой вялый, как мы вот здесь вот играем, или... Здесь все совершенно другое. Здесь как будто бы вы, ну как раньше говорили, оршин проглотил. Да, вот стержень должен быть такой. Здесь внутренняя готовность быть в том характере, который вы должны будете исполнить, в котором должны будете находиться. Я детей пытаюсь учить предслышанию, что это такое, что ты... Они же ведь еще сели за инструмент, еще не собрались, еще не настрой... Они же играют. Я ему говорю, ребенку, ты понимаешь, ты должен внутренне настроиться на тот звук, которым ты будешь играть. Ты должен сесть, когда ты играешь эту сонату соответствующим образом, не расхлябанный такой. Спина должна быть ровная. Спина должна быть ровная. Спина должна быть ровная. Левая рука вот здесь. Она не просто разложенные аккорды, а такой живой, пульсирующий ритм. Хотела вот... У меня вообще, если ноты кто-нибудь посмотрит, страшно станет, потому что в каждом такте чего-то я писала. Давно это еще было в молодости. Например, вот это вот место после того, как... Дальше совершенно другую... Очень интересно, левая, опять же, балкона... Да, вот еще хотела что сказать. Ни в коем случае нельзя, уже об этом говорилось еще раз. Ни в коем случае нельзя, если вас после этого... Теперь насчет самого начала. Очень многие мне не нравятся. Мне не нравится короткий форшлаг. Я люблю вместе. Но так как Моцарт нам определенную свободу выражения разрешает, это все не будет криминалом никаким, это допустимо и так, и так. У Гальденвейзера, например... Да, еще вот что хотела сказать. Мне хочется две восьмые... Две восьмые. Почему? Потому что дальше, внизу, в связующей партии, будут восьмые. Поэтому по аналогии с этим, я то место тоже так играю. Но кому-то не нравится. Но мне кажется, по-разному играть нельзя. Или так, или так. Вот теперь об этих вздохах, о которых я говорила. В левой четверти, вот еще очень важный момент. Дети наши путают и не различают. Когда четверть в басу, когда восьмая в правой руке. Они играют одинаково. А там четверть в левой. А правая дышит. Ей не хватает как будто бы воздуха. Вот это очень важно. Теперь еще что я хотела сказать. Все время боюсь я что-то пропустить. Паузы. Паузы должны у Моцарта... Это пауза, тишина. Мы ее должны слышать. Если мы играем романтическую музыку. Там же педаль берется. Она это гармоническая педаль. И на ней идет мелодия. Там пауза может запедаливаться. Ничего страшного. А в Моцарте, это ни в коем случае в первых частях и в финалах. Этого делать никак нельзя. Потому что пауза должна быть слышна. И паузу можно дыханием руки показать. Одно ли? А ни в коем случае. Чтобы кусок, чтобы хвост от четвертной ноты в правой руке попал на педаль. Это никак. Это нельзя. Это плохой вкус, дурной вкус. Точно так же, как и дурной вкус, когда дети ускоряют или замедляют украшение. Это очень плохо. Украшение. Вначале, когда мы играем украшение, то нужно сначала мелодию услышать без украшения. Весь рельеф ее. Всю ритмическую структуру. И потом добавить украшение. Я обычно детям говорю, у тебя получилось не украшение, а устрашение какое-то. Оно должно украсить мелодию. У тебя не украсилась мелодия. Пропала, во-первых, основа мелодическая, ты ее не слышишь. Ну и, соответственно, и мы не слышим. Дальше идет побочная партия. Побочная партия в параллельном мажоре, в до-мажоре. Тут на страницу побочная партия занимает целую страницу без пауз. Очень трудно играть, потому что надо суметь вот это длинное дыхание в мелодии, суметь начать его от первого такта страницы и до последнего такта на одном дыхании. Да, и еще послушайте. Тут интересная очень левая рука. Она как... Ну, я себе представляю Моцарта, так как, я говорю, очень много слушала и занималась им. Я его представляю так, как он был гениальным симфоническим композитором и оперным композитором. Все время у него в музыке слышатся голоса или человеческие, или голоса оркестра. Часто слышу левую руку. Никакую просто. Она должна быть инструментована. КОНЕЦ Вот такая вот побочная партия, длинная, певучая. Правая рука должна быть очень певучей. И левая тоже должна быть не аморфная. Она должна быть... Должен нам слышаться, как будто дирижер показал. Вот правую руку играет соло скрипок. Вот они играют, играют, тянут, тянут, тянут. В это время левая. Разукрасить сонату, разукрасить различные голоса разным прикосновением к звуку, что очень важно. Потому что мы же обладаем все-таки большими возможностями. Мы легаты, мы маркаты, апартаменты. И звук мы берем. Я детям, когда мы только начинаем заниматься, ну, может быть, не совсем только, там, через месяц, когда мы начинаем брать звук, я им объясняю, что, ну, как все объясняют, что звук бывает разный, печальный, торжественный, грустный. Он бывает острый. Но с острым это я попозже. И объясняю ему, что наш инструмент, это палец, вернее, его первая фаланга пальца. Потому что разную мелодию, разные материалы, разные звуки мы берем по-разному. Или мы берем, если нам надо сыграть стакката, мы берем его, как я говорю, палец к себе, руку от себя. Ни в коем случае не в инструмент. Потому что мы часто слышим такой вот звук, такой прямой. Все-таки у нас ударный инструмент. Мы должны любыми способами эту ударность обходить. И даже, когда мы играем форте, все равно оно должно быть... Оно не должно быть резким, неприятным. И когда вы певучее произведение играете, или какую-то мелодию, ну, например, вторую часть, вот я сыграю сегодня ее, двенадцатые сонаты, там мы пользуемся не кончиком пальца, а вот мягкой его частью, практически две трети фаланги этой берет. Потому что звук, я детям говорю, надо взять. Его надо взять. Нельзя его брать так. Я ладошку его беру и говорю, вот смотри, если я так делаю, видишь, ямка получается, а если я так прикасаюсь, или вообще никак. Они часто говорят, вот ребенок играет пьяно, я ему говорю, у тебя же не звучит. А он мне говорит, ну, здесь же тихо. Я говорю, ну, правильно, но пьяно, это значит, звучит пьяно. У тебя никак не прозвучало. Вот это очень важно. Так, я тут стикерами отметила, где здесь, вот. Вторая часть, двенадцатый, вот этой сонат. Очень трудно, я смотрю, я вот сегодня здесь поиграла, порепетировала. Я думаю, бедные наши дети, которые на наших инструментах, на этом инструменте играют, как дрова. Один звук, допустим, нужна мне, левая, ровная, ровная. Она тихая, очень ровная. Я должна все время помнить, что так, фа пропадает в малой октаве, си бемоль в правой руке вылезает. То есть вы не можете положить руку и спеть, как бы вам хотелось. Но, правда, наших, может быть, детей, многих это не волнует, как выйдет, они аккомпанементные, все играют достаточно громко. Вот, но нас-то это волнует, конечно, вот, хотелось бы получить инструмент, на котором бы радость доставляла игра на этом инструменте, а не мучение, борьба постоянно с разными звуками. Но я постараюсь, насколько это получится, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Допромко, качественно, но мало интересνα И таких пианистов очень много Хотя очень много сейчас есть Вот я поняла так, что сейчас Очень много есть талантливых детей Но я уж по моему возрасту Видите, работаю давно Но я вижу, что средний уровень Похухел сильно Вот средний уровень детей Потому что они не могут Сосредоточиться, они не могут собраться Они не слышат, что ты им говоришь Они не могут, даже хорошие дети, они не могут повторить, что ты хочешь получить от него, от этого ребенка. Я спрашиваю, что я тебе только что сказала? Он говорит, ой, я забыл. Ну как ты забыл? Вот мы вот пять секунд тому назад говорили. Хотя есть талантливые, конечно, дети. Ой, простите, пересохло горло. Теперь я хотела поговорить. Значит, я подумала, как бы так сделать, чтобы очень компактно, но успеть по чуть-чуть отовсюду. Как мы знаем, у Моцарта очень часто встречаются группы. Значит, трели, как я говорила, у него стоит две буквы, трель. Но исполняется она тремя разными способами. Это опять же из того, что я очень много читала, слушала и сделала выводы из этого. Ну, одна трель, конечно, понятно. Вот эта трель. Когда Моцарту нужно продлить звук, есть время. Вообще орнаментика, мелизм и украшения – всего это категория, очень связанная со временем. Если у вас есть возможность сыграть длинную трель, вы ее играете. Но бывает, ну, например, в 10-й сонате, цедурной, вот в этой. Это, по-моему, конец первой части. Вот на фа стоит мордент. Конечно, ни о какой треле тут речи идти не может, только мордент. Короткий мордент, но мы учим вначале. А потом прибавляем. Вот это мордент. Но бывает еще и группета. Например. И здесь понятно, значит, знаков альтерации Моцарт не ставил. Поэтому эмпирическим путем мы приходим к тому, когда нужно повысить нижний звук. Вот здесь. Это фа-мажор. Си-бекар. Но в фа-мажоре си-бекара нет. Значит, мы верхний, нижний звук, си-бемоль, повышаем, получается, бекар. Ну, чтобы долго вас не мучить, я уже сама из опыта уже знаю, что в мажоре повышается первая ступень, ой, в миноре, простите, в мажоре повышается пятая, всегда, шестая по большей части, и третья иногда. Но это нужно мне сейчас листать, но поверьте мне на слово, что 563 я как запомнила в 17 лет, я до сих пор это помню. Значит, если у вас стоит группета на пятой ступени, вы всегда его повышаете, верхний звук, если оно стоит на шестой, ну, в 85% тоже повышается. Если стоит на третьей ступени, то иногда повышается. Но это дело вашего вкуса, дело вашего понятия, что такое стиль моцартовский. Вы сами услышите, годится здесь или нет. Потому что много же мы играем, уже опыт слуховой какой-то образуется, поэтому мы можем, значит, сказать об этом. Я забыла одну важную вещь сказать в восьмой сонате, вот которую я сейчас объясню, что я имею в виду. Имеется в виду восьмая с точкой шестнадцатой. Это фигурация. Вот эту вот фигурацию ритмическую Моцарт очень часто использует. И Леопольд Моцарт отец его в своей школе скрипичной игры писал, что для того, чтобы создать вот этот вот такой упругий, пружинистый характер, мы можем шестнадцатую ноту чуть-чуть укоротить. Конечно, не тридцать вторую делать, но если она будет такая... Вот как часто у нас играют. Не только у нас, и в других местах тоже. Она должна быть чуть-чуть короче. Вот она должна быть такая. Разрешается нам это сделать, чуть-чуть укоротить за счет восьмой с точкой шестнадцатой, которая в таком случае чуть-чуть удлиняется. Но не всегда это делается. Есть, например, во второй части второй сонаты. Во второй части. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это певучая, кантиленная тема. Здесь никак нельзя играть. Та-та-та! Она играется совсем по-другому. Поэтому это тоже дело нашего вкуса, понимания. Мы знаем, когда надо сыграть так, а когда надо сыграть по-другому. Теперь я хотела сказать, даже вот в этой части, вот первая нота, стоит опять же трель, но она исполняется, мне нравится как как мордент. У Геленвизера стоит трель. Мне так нравится меньше. Но это опять же кто как, кому как нравится. Так, что я хотела? Десятая. Десятая соната. Ее почему-то сравнивают с тринадцатой. Говорят, что с тринадцатой, которую вот я играла, что она тоже бесконфликтная, что она... контрастов мало, практически нет. И поэтому, мне кажется, на мой взгляд, они абсолютно разные, потому что там длинная-длинная фраза. А здесь каждые два такта прерываются паузами. Они уже поэтому не могут никак между собой быть сравнены, что называется. Здесь очень интересно и легато, то есть стакката. Десятая соната. Вот здесь стакката. Здесь на последней ноте тоже стоит стакката, а мне не хочется. Точку поставить хочется. А кто ты? И то, и то. И так, и так. Теперь здесь вот двойки, эти самые венских классиков. Интересная форма этой сонаты. Здесь три побочных партии и две заключительные. Это бывает редко. И очень интересный штрих, который, как правило, почему-то не играет. Левая рука. Почему я говорю детям, что левая рука – это не аккомпанемент, это сопровождение, которое имеет свою собственную линию мелодии. Вот здесь всегда играют. Ну не всегда, но много раз. А там тварь, тварь. Снимается вторая, а не третья. Снимается вторая, а не третья. Вот эти повисающие в воздухе. Снимается вторая, а не третья. Ну что, все, стакан. Ой, извините. Снимается вторая, а не третья. Снимается вторая, а не третья. И разработка, которая построена на новом материале. И длинная, длинная, пегучая мелодия. Она без... Снимается вторая, а не третья. Снимается вторая, а не третья. Ведет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, вот на первой ступени в миноре повышается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА